Исак и Абрам бредут под джунгалем. Внезапно у них на пути появляется лев. Тут же Исак и Абрам разбегаются в разные стороны. Лев, недолго думая, решает бежать за Абрамом. Но на первом же повороте лев подскальзывается и летит в пропасть, где погибает. Через некоторое время Абрам и Исак снова встречаются. Исак говорит. — Ой, Вей, Абрам, ну ты даешь! Как ты смело победил этого огромного и рычащего льва! Был бы я на твоем месте, я бы обделался от страха. Ха! А на чем ты думаешь, этот самый лев подскользнулся? Родственники заболевшего богатого Рабиновича спрашивают врача. — Доктор, скажите правду, есть какая-нибудь надежда? — Никакой. Это всего лишь заурядная простуда. Еврейская пара, уходя вечером в театр, дают наказ своему сыну Изи. — Изя, сейчас твои мама и папа идут в театр, а ты остаешься дома один. Имея это в виду, поэтому не подходи к папиному рабочему столу, не трогай там ничего, не открывай холодильник и тумбочку, не выходи на балкон и не залезай на антресоль. — Ты все понял? — Понял, мама. Через три часа родители возвращаются из театра домой и видят, что ничего не помогло. Их Изя как сидел в интернете за компьютером, так и продолжает сидеть. Встречаются две еврейки. Одна другой говорит. — Ой, Вея и Роза, ты слыхала, что сотворила эта нахалка Циля? — Шо? Она заняла у Мойши крупную сумму денег, и чтобы не отдавать эти деньги, вышла за Мойшу замуж. — Играет музыка. — Играет музыка. — Играет музыка. — Играет музыка.